Пятилетка побед или есть куда стремиться? Сергей Аксенов представил отчет о результатах деятельности крымского правительства за 2018 год. Содержание документа и перспективы дальнейшего развития республики обсудим с нашими гостями в студии Андрей Мохов, директор Черноморского информационно-аналитического центра Игорь Белобородов, сотрудник Черноморского информационно-аналитического центра и кандидат социологических наук. Господа, обычно к правительственным отчетам отношение такое формальное весьма. Это, как правило, сухие факты, цифры, статистика. Отчет главы был таким же? Вы знаете, если посмотреть со стороны обывателя, было рассмотрено много направлений. Таких, как социально значимое направление, интересующих людей. И были приведены цифры сравнительного периода. На мой взгляд, это был полноценный отчет, доступный для каждого обывателя. Если говорить, Игорь, о объективности, насколько колоссальный работ был выполнен за эту 5 лет? Куда все-таки отчет был за 5 лет работы? Вы знаете, я делю этот период, и в целом отчетное измерение на два параметра. Цифры и смысл. И вот второе для меня важнее. Когда мы говорим, например, о инфраструктуре, в частности о транспорте, мы должны четко осознавать, что мост, вот тот знаменитый эпохальный, это не просто проект на десятилетия, а, возможно, на века. Это смысловой мост, который, во-первых, возрождает историческую справедливость, во-вторых, наделяет глобальным жизненно важным смыслом не просто Крым, он дает импульс всей России, фактически Россия приобретает новое абсолютное измерение смысловое. Вот для меня этот момент важен, и в отчете он проходит красной нитью. Ну, Россия в целом, да, и Крым как составляющая часть России, наверное, тоже приобретает это смысловое измерение. Я бы сказал, основополагающее. Да, и какие все-таки ключевые направления, возвращаясь к этому отчету, направления и результаты деятельности крымского правительства были обозначены в отчете? Я бы выделил такие основные направления, которые у нас находятся на пике всегда. Это образование, это медицина, это то, что дает потенциал нашим будущим поколениям. Андрей, ну я предлагаю, давайте тогда с этого и начнем. Действительно, мне лично понравилось, я тоже слушал от корочки до корочки, что называется, этот отчет. Мне понравилось то, что не было исключительно того, что мы, ребята, молодцы, столько выделили, столько закупили и проще. Объективно были достижения и были огрехи или те нюансы, которые, к сожалению, еще есть, но которые предстоит устранить. Вот если говорить о той же медицине, да, действительно закупают большое количество медицинского оборудования, да, но в то же время усложнили работу медицинским работникам. Я вот со многими из медиков общаюсь, да, они говорят, что зачастую, вот да, привозят аппаратуру, она стоит, пылится, она не нужна. То есть, условно, администрация больницы, да, она там подает заявки, не определяясь с персоналом, да, которому она необходима. Вот в этом случае, неужели, это ведь не так уж сложно, да, избавиться от этого? Неужели, но на самом деле мы еще находимся просто в том веке, скажем так, в тех годах, бумажного документа оборота. У меня у вас мои знакомые, которые приезжали сюда, работали в медицинских учреждениях, в основном это были поликлиники, где документ оборота идет на бумаге. Если перейти от бумажного документа оборота к цифровому, то я более чем уверен, что процесс персонала... Персоналом, знаете, мы уже перешли, в республике перешли, только медики теперь заполняют и электронную, и бумагу, и электронную. В том-то и дело, что мы сейчас в это упираемся. Да, а в чем причина? Это переходный период, я думаю, это со временем все. Конечно, инерция, однозначно, не закончится. У нас переходный период, господа, я вам напомню, он давным-давно закончился, да, и формально, и по сути уже фактически, наверное, уже тоже вот он близится к своему завершению. Нет, переходный период мог закончиться, так сказать, в нашем с вами понимании, а на практике совершенно инерция может быть затяжной. Более того, локально это может быть диффузно в разных, так сказать, точках, может быть разная динамика, и это нормально, это абсолютно закономерно. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на такие вещи, как, ну, послушайте, мы можем говорить о многом, можем чем-то быть недовольны, и вообще всегда хорошо, когда есть критика. Она приводит в тонус, это нормально, опять же. Но, когда у нас по выполнению строительного работы, и это четко видно и обоснованно цифрами, рост идет не в 2-3 раза, а в 46 раз... Мы сейчас говорим о госстроительстве. Мы говорим об общем строительстве. Об общем. Ну, я вам приведу пример, допустим, Алушты, Ялты, да, где просто застройщик, ну, извините за выражение, кинул своих дольщиков. Окей, виноваты ли в этом правительства? Ну, правительство разрешило работать им на территории субъекта? Не знаю, разрешило ли. И в продолжении ваших слов, окей, в продолжении ваших слов, но недаром существует и 500 дел, связанных с коррупцией. И это тоже достижение в данном случае тех, кто у вас. Я думаю, вот к теме коррупции мы еще вернемся, а сейчас, Игорь, хотелось бы затронуть к теме образования, да, вот все-таки плавно перейти от медицины к образованию, да, вот базовая единица зарплаты, говорит Сергей Аксенов, педагогических работников, она увеличена до 14 тысяч, да, рублей. Ну, в принципе, это немного. Хорошо, там, может, какие-то надбавки, да, какие-то премии будут. Ну, вот берем просто студента, который пришел работать, что у него, база, 14 тысяч рублей, да, плюс, если он работает в сельской местности, 750 рублей, там, ему будут компенсировать за коммунальные услуги. Ну, это что, много? Да нельзя сказать, что это много, нельзя сказать. Но, опять же, мы говорим об окладе, мы говорим о средней температуре по больнице сегодня. О чем мы говорим? То есть на практике 14 тысяч, ну, это те вещи, наверное, которые редко все-таки случаются. Понимаете, одно дело, человек на полставки совмещает еще где-то, другое дело, опять же, насколько я знаю, это часто применимая практика, педагогические сотрудники часто вот репетитоство практикуют и так далее. Естественно, было бы хорошо, если бы эта зарплата была сразу там, измерялась сотнями тысяч. Это недостижимо в столь короткие сроки, увы. Конечно, есть к чему стремиться. И, конечно же, те цифры, которые обозначены, они довольно низкие. Но есть и другие прецеденты. Ну, знаете, это сродни того, что возьмем там зарплату там министра, да, к примеру, там 300 тысяч, да, и зарплату электрика 10 тысяч, да. В итоге у нас на двоих, да, они получают сколько? По 255 тысяч. Вроде и неплохо живем, да. Вот тогда вот эта температура средняя по палате, она вроде как и неплохо. Но я сейчас говорю вот с позиции простых людей, да, обычных граждан, которые вот живут обычной жизнью и получают обычные заработные платы, да. И возвращаясь к медицинской тематике, Андрей, да, раз уж с вами начали эту тему, пример больницы Семашка, да, все мы помним. Помним, когда просто в подвале, по сути, сгнило некогда новое медицинское оборудование. Ну вот сейчас хотел бы просто добавить, что по поводу зарплат тех же самых учителей, педагогов, они, естественно, несомненно, ниже, чем хотелось бы. Особенно вот тот же самый специалист по маникюру, условно говоря. Без образования может получать те же самые 50 тысяч, и при этом практически никакой ответственности нет за детей. То есть, ну, есть над чем работать, конечно же. По поводу медицины, да, действительно, там и по тем же самым госзакупкам, которые проходят, закупают оборудование. Тут помимо закупки оборудования, как-то его нужно еще обучить специалистов, монтировать это оборудование и, соответственно, поддерживать его. К сожалению, не всегда это получается сделать. И вот мы имеем то, что на выходе оборудование пропадает. И вот, Игорь, вы говорите касательно того, что в редких случаях это будет 14 тысяч. Отчасти я с вами согласен, да, то есть человек, который уже наработал какой-то опыт, какой-то стаж, у него, безусловно, будет больше заработная плата. Но мы сейчас говорим о наличии кадрового голода у нас в республике, да, особенно в сфере медицины и в сфере образования, да. Абитурент поступает, да, не зная зачем. После этого он просто или открывает ЭТП, да, или идет в какой-нибудь там мастером маникюра, как сказал Андрей, работает, да. Вот в этом случае нам же нужно каким-то образом привлечь молодых специалистов и в сельскую местность, да и просто вот в больницу. Даже в городских не хватает. Александр, знаете, я бы вот в этом случае, это, конечно, сейчас противозаконно, скорее всего, по Конституции, но это действует в учебных заведениях, в госструктур, ну там МВД, силовых, таких как вооруженные силы, вести распределение после обучения. То есть человек, когда приходит, отучился, например, один год, он понимает, что это его, с ним заключается контракт, договор на 4 года обучения и 5 лет после окончания. Ну, как было в Советском Союзе, условно, да, практика похожа. Такую же практику ввести сейчас хотя бы в Крыму в рамках пилотного проекта, чтобы те люди, там молодежь, которая уходит из своих населенных пунктов поступать, например, едет в Симферополь, да, чтобы она имела мотивацию возвращаться обратно. Хорошо, но вот, Игорь, ответьте мне, если я не прав. Вот в Советском Союзе были случаи, не секрет, когда нужные люди попадали по правильному распределению в правильные места, да, не будет ли это еще одним полем для коррупции, даже в случае пилотного проекта? Знаете, я вас хочу поблагодарить за то, что подняли эту важную тему. Почему? Потому что здесь мы убиваем двух, а то и трех зайцев. Если говорить о правильных местах, в моем понимании Крым – весь правильное место. Поэтому это где-то в Сибири, там, может, но мурингои мечтают, что подправить по распределению в Крым, если мы допустим, что оно существует. А тут вам, так сказать, все на ладони, пожалуйста, первое. Второе. Крым ведь чем интересен в данном отношении уровень урбанизации? Один из самых низких в России. Хотя и так высок, как для Крыма, мне кажется, для его существующих климатических, геологических условий – 63%. Но вот как раз за счет планомерной деурбанизации, а это то, о чем в свое время говорил Дмитрий Медведев, о малоэтажной застройке, об освоении территорий, и, кстати говоря, о снижении автоматически таким образом уязвимости, если хотите, геополитической, мы ведь можем, в принципе, реанимировать многие отрасли. В том числе то, о чем вы говорите. И, кстати говоря, автоматом сельское хозяйство. Просто вдохнуть в него абсолютно новую жизнь. И подобные вещи ведь в медицине действуют. Программы «Земский доктор» – извините меня, миллион рублей подъемные. Пожалуйста. И измеряется уже, исчисляется сотнями. Ну, кстати, по институту президента, да, сейчас там возраст повысили. Люди до 50 лет могут теперь претендовать на эту программу. Разве это плохо? Это действительно плюс, учитывая то, что многие в этом возрасте задумываются переехать ближе к деревне, ближе к земле, там какой-то огородик, домик. А ведь мы что понимаем под этим еще сразу, автоматически? Что студент, закончивший, условно сейчас берем педагогический возраст, попадающий в сельскую местность, поселок, там так далее, автоматически еще и предоставление жилья. Почему? Да потому что это легче организовать в условиях сельской местности. Это абсолютно другие условия рабочей деятельности, это абсолютно другие показатели здоровья. Это абсолютно другие демографические итоги, потому что семья, имеющая малоэтажное зелье, это константа. Она всегда имеет больше детей. То есть здесь, я говорю, мы убиваем, наверное, даже не трех заяцов, там целое стадо. Но в любом случае это такие долгосрочные проекты, да, впрочем, как и ряд других, которые у нас в Крыму реализуют, в том числе и проекты инфраструктурные, да, и строительные. Вот позитивный эффект от реализации этих проектов, он не будет мгновенный, да. Это должно какое-то пройти время, как минимум до того, как построят ту же Тавриду, да. Мы долго ждали, пока построят Крымский мост, хотя его и так построили в предельно сжатые сроки. Вот если говорить о том, что 22-й год, да, по-моему, реализация ФЦП у нас на полуострове, ну, не будет такого, что вот 22-й год, закончилась программа ФЦП, и у нас вот все прям идеально. Такого, безусловно, не будет. Но а что будет, когда закончится действие программы? Что будет после 22-го года? Если жизнь после 22-го года, скажем так. Ну, разумеется, жизнь будет продолжаться, и те объекты, которые должны были быть введены в 22-м году, я думаю, что они с большинствами будут реализованы. И дальше нам останется работать уже, в том числе, и над качеством сервиса, предоставляемого услуг в Крыму. Потому что, если мы обратим внимание, тот же самый отчет, да и не только на отчет, на отзывы жителей, которые приезжают с материка, то, к сожалению, Крым уступает в качестве сервиса в любом практически виде, в любом направлении. Медицина, образование, курорты, госуслугами? Медицина, образование, абсолютно. Но с госуслугами сейчас становится легче за счет того, что заработала система единого окна. 94% жителей охвачит потенциально. Я хочу сказать, те люди, которые освоили госуслуги в электронном варианте, это значительный плюс. Я говорю тоже как обыватель, это значительное упрощение. Электронные услуги, это мы берем внутренних клиентов, а и медвнешние, которые приезжают сюда. Вот если мы возьмем, например, 2018 год, он был один из рекордных по количеству турпотока в Крым, современно тех же самых Советского Союза. Но если мы не будем предоставлять качественные услуги для тех людей, которые приезжают сюда, мы можем потерять эту целевую аудиторию. Ну вот, кстати, тема курортов, да, ее действительно тоже, наверное, стоит поднять, учитывая, что сезон 2018 года он стал, наверное, одним из самых успешных за последнее время. Да, сколько там, 6,8 миллионов, почти 7 миллионов человек, это на 26% больше, чем в прошлом году. Но, Игорь, действительно, ведь качество. Сейчас вот в первое время в Крым сюда приезжали из-за какого-то патриотического, идеологического подъема, да, желания как минимум посмотреть те места, в которых когда-то в детстве отдыхал, да, может, крымчан поддержать, там, себя показать, да, посмотреть, как другие живут. А не вернутся ли российские туристы, уже привыкшие к определенному уровню сервиса в ту же Турцию, в Египет, в ряд других стран? Вы знаете, я думаю, все это сохранится. Более того, будет нарастать. Особенность российского, русского туриста, если хотите, она как раз в том, что душевные отношения для него важнее сервиса. Хотя этот момент, безусловно, важен. Безусловно. Но вы посмотрите, сколько репортажей, сколько таких конфликтных историй. В Турции нагрубили, в Египте произошло ДТП, в Абхазии тоже какое-то столкновение мнений. Крым в этом отношении всегда будет ближе. Потому что человек, вроде бы и путешествуя по стране, попадая в другую климатическую зону, он попадает в условия оздоровления, но он не покидает родные берега. Поэтому ментально Крым всегда будет ближе. И если к этому присовокупить, может, сразу не получится, хороший сервис, блестящий. И, кстати, хороший сервис – это не для всех. То есть здесь должен быть выбор. Здесь должен быть выбор. Во-первых, многие любят ехать автостопом и селиться, так сказать, там, где им заблагорассудится. А вот этот сегмент премиум, лакши, если хотите, там, пять звезд – это ведь не для всех. И я не думаю, что Крым должен стать именно такой зоной. Возможно, отчасти, некоторыми островками, но я думаю, и сейчас этот спрос отчасти может быть удовлетворен. Во всем остальном, мне кажется, Крым должен быть гибким с одной стороны, с другой – с прицелом на средний класс. Средний класс. И здесь есть все условия для того, чтобы вот ту планку, которая существует, может быть, где-то повысить. Но, опять же, базовое, основное условие – оно есть. Свои люди, родная речь, та же ментальность, абсолютно идентичная. Это то, зачем сюда едут. Далее по списку сферы ЖКХ. У нас действительно большое количество направлений было охвачено, и глава республики говорил о них. Если говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве, это, наверное, одна из самых сложных отраслей, в котором действительно постоянно будут проблемы. Как бы ты ни решал, они всегда будут. И качество работы этой отрасли вызывает огромное количество вопросов. Но понятно, что за эти пять лет невозможно было решить весь перечень вопросов, которые накопились в этой отрасли. Но взять тоже водоснабжение. Дороги делают, старые сети оставляют под ними. Новый асфальт срывают, перекладывают трубы. Вот, может, каким-то образом стоило бы сначала побороться с глупостью таких людей и непрофессионализмом? То есть в планах, чтобы это все было по порядку и разумно сделано, а не как, вы правильно говорите, сначала меняют асфальт, а потом меняют всю систему водоснабжения. Хотя вот если взять тот же самый случай с Севастопольской дороги, улица Севастопольская, то менялась и коммуникация водоснабжения, и сверху уже был заложен новый асфальт. Хотя, безусловно, это вызвало массу возмущений со стороны жителей, и в том числе автовладельцев. То есть здесь, знаете, действительно надо побороть, во-первых, как вы правильно сказали, эту глупость, а во-вторых, надо людям объяснять, что это делается для их блага. Александр, еще один момент. Давайте мы с вами тоже четко разделим человеческую глупость, не знаю, может быть, какую-то аппаратную близорукость. Это есть, никто не отрицает. Но давайте не отрицать и такой момент, как ведь те достижения, которые сделаны, они ведь сделаны не благодаря, а во многом вопреки. Что мы получили после воссоединения Крыма с Россией? Мы получили санкционный пакет, мы получили полное отторжение, во многом блокады, и несмотря на это, у нас есть действительно чем похвастаться. Ну вот смотрите, насчет блокад я с вами согласен, но это действительно стало в какой-то мере неоткуда без добра. Стало толчком для того, чтобы мы начали искать определенный выход, и слава богу, мы его нашли, но в некоторых направлениях продолжаем искать. Касательно санкций, ну я не знаю, условно какие-то супердорогие сыры или там безумно дорогие коньяки, ну в Крыму и так себе не, да и в принципе на территории России. Это чуть-чуть о другом, это в любом случае снижает бюджетные возможности, в любом случае. И то, что выкрутились, то, что смогли прожить в условиях так называемой автарки, то есть самодостаточной, и еще, так сказать, где-то экстраполировать свои возможности, это здорово. Хорошо, но сейчас вот тот же Ялтинский экономический форум, да, уже который распроходит, и большое количество соглашений подписано, в том числе в условиях санкций. Они ведь реализуют здесь, они не боятся санкций, получается, и нам уже как бы не почем. Привлекательность растет, инвестиционная привлекательность растет, более того, ведь приток иностранных делегаций это уже не редкость, это уже данность. Так же, как и выезд крымской делегации, тоже, то есть и Китай, и Сирия, и Абхазия, и многие другие точки, и это только начало. И опять же к тому, что невозможно изолировать Крым, потому что это часть одной второй, одной шестой части суши. И в этом плане мы не можем даже в такие сроки, как пять лет, это кажется, что это срок, за которым можно спрашивать и подводить какую-то черту. Если можно, то только промежуточный результат оценивать. Но никак не итоговый. Поэтому здесь где-то, наверное, нам всем надо набраться терпения и участвовать в этом процессе. ЖКХ, совершенно верно, абсолютно точно, надо что-то делать, проблем хватает. Но ведь изношенность фондов никто не отменял. Ведь система формировалась еще даже не при Украине, еще в советское время. И одним рощерком пера вдруг в течение одного дня одномоментно все обновить, ну невозможно. Такого не бывает. Ну с этим я абсолютно согласен, но хочу добавить, что человек, в принципе, такое существо, которое всегда стремится к лучшему, к большему, да, которому всегда чего-то не хватает. И, наверное, это стремление и движет нами в развитии. Это залог эволюции. Вот, поэтому я сейчас и говорю, допустим, от себя, как от крымчанина, в принципе, наверное, меня поддерживают большинство телезрителей, что, безусловно, мы хотим движения вперед, мы хотим улучшения ситуации во всех отраслях, да. И поэтому, конечно, мы в первую очередь смотрим на какие-то ошибки и недочеты, потому что то, что хорошее, оно уже и так есть. Это, в принципе, понятно. Но вот если говорить о экономическом секторе, Андрей, вот 2018 год, доходы бюджета Крыма увеличились почти в 2,5 раза, это действительно колоссальный скачок, они составили почти 55 миллионов рублей, да. Но расходы 175. Вот как долго Крым будет дотационным? Хотя разговоры ходили, что, мол, еще пару лет, еще чуть-чуть, и вот мы будем абсолютно самостоятельными. Или Крым всегда будет дотационным регионом? Нет, безусловно, Крым, то, что он сейчас дотационный, это явление временное. Для того, чтобы он не был дотационным, есть различные инструменты. Один из них, та же самая свободная экономическая зона. По приключению тех же самых инвесторов создают предприятия, рабочие места. Вопрос времени. Потом надо понять, почему дотационный, когда речь идет о проектах федерального масштаба, и мосты, и электростанции, и трассы Таврид. Это же все затраты. И, насколько мне известно, опять же, судя по обнародованным данным, бюджеты абсолютно всех регионов Крыма, они уже не дефицитные. То есть, по крайней мере, в них закладывается, если не профицит, то стабильная абсолютно ситуация. Господа, немного времени, но не могу не отметить эту тему. В какой-то мере, наверное, открытость плюс блок борьбы с коррупцией. В этой части, наверное, Крым преуспел. 69 должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, все мы знаем, освобождены от занимаемых должностей. 217 привлечены к различного рода взысканиям. И вынесен приговор бывшим главам администрации Красноперекопска, Керчи, Феодосии, которые были задержаны за взятки. Но это действительно так. Это большой пласт работы. Но много ли еще таких? И как, в принципе, вот такие люди, они проходят сито госслужащего? Вы знаете, к сожалению, коррупция, она неискоренима. И опыт Китая, где обведена смертная казнь, это показывает, что даже если... А руки-то все равно тянутся, да? Руки все равно тянутся, да. К сожалению, это есть, это будет. Это природа человека, скорее всего. Природу не победить. Для меня в этом смысле Сергей Аксенов это очень показательный образ. И это во многом образец того, какое отношение должно быть к этой проблеме. И не случайно вы упомянули и коррупцию решения этой проблемы, и открытость в одной связке. Потому что на сегодня демонстрируется открытость. То есть если только в Фейсбуке поступает около 120 тысяч сообщений, и я уверен, что каждая из них, мы сейчас должны исключить провокации, какие-то оскорбления, оно не остается без внимания. И если только на горячей линии поступает около 800 тысяч обращений в год, это говорит, наверное, о беспрецедентной открытости. Господа Андрея, вот эти пять лет, да, они действительно были очень динамичными, они были очень насыщенными. За это время успели решить многие проблемы, реализовать большие инициативы. Но можно ли говорить о том, что нам предстоит еще впоследствии побить этот рекорд, или дальше уже будет вот это ускорение проседать и темп избавляться? Я думаю, что у нас есть к чему стремиться, и необходимо, естественно, перешагивать те рубежи обороны, на которых мы сейчас находимся, и двигаться дальше. У меня в этом плане вызывают большие перспективы проект «Ты нужен республике», молодежный проект по поводу парламентария, политиков. Я уверен, что вот это вот новое молодое поколение, которое сменит нас в недалеком будущем, оно этих целей достигнет безусловно. Господа, ну а я в завершение хотел бы повторить слова и президента, и Сергея Валерьевича, который говорил сегодня, что главный результат работы – это не отчеты и не экономические показатели, а люди должны чувствовать реальные изменения к лучшему. Надеюсь, крымчане действительно их чувствуют и будут продолжать чувствовать. Я благодарю вас за беседу, вам успехов в работе. Зрители, я благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.